Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Готово Хорошо, Мария, я останусь с вами, а Вера сейчас ходит и поднимет сюда Дамира, вашего сына. И, Вера, я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию. Один, два, три. Да, я вижу. Снимаются все маски и голограммы. Фандом пристает перед тобой в первозанном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Дамир выходит из биоробота. Если в биороботе присутствуют растяжки, чужеродные голограммы, копии, подключки, артефакты, все это выходит и становится видимым. Он вышел? Ничего не видно? Ну, я не знаю, полностью он вышел или есть у тебя копия. И если еще копии присутствуют Дамира, на счет три они притягиваются к тонкой копии Дамира. Один, два, три. Да, будет так, а так и есть. Сущность вышла из него. Отлично. Хорошо. Сущность берем в сетку. Один, два, три. Защищаем биоробот с защитным потоком из чистых энергии Абсолюта. Берем Дамира в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с этой сеткой с сущностью и с Дамиром поднимаясь в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел подъем. Мы на месте. Отправляясь в сетку вместе с сущностью в клетку тюрьмы. Один, два, три. Кто это? Это сейчас, подожди, плохо. Кому плохо? Сущность, она как отравлена. Снимаются все маски и голограммы. Сущность предстоит согласно своему эфирному коду ДНК. Это инсектоид, но он необычный такой, с лапами. Как у Кузнечика глаза большие. Плохо ему перекрыли все дороги выхода. Это он стучался? Да. Последние три дня очень плохой мой был. У него как слить покрытый. Он слизит такой, как я там, какой-то отравленный. Ну, когда мы чистим квартиру, там не остается места для этих сущностей. Мы об этом предупреждали. Понятно, с этой ситуацией мы знакомы. Хорошо, инсектоид, оставайся в клетке. Хорошо, мы приветствуем Дамира, интересуемся. Готов ли он к диагностике, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Мама помогает. Мама дает согласие. Мама дает согласие, Дамир тоже кивает. Молодец, хорошо. Я даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Дамира под ногами. 360 градусов вокруг него. Тонких тел Дамира находит и вытягивает все. У него три канала. Три канала, поехали. Вот этот инсектоид, скрут и бес. Бес. Ну что, бесяра, споймал я тебя, да? Закончились светлые твои денечки. Придется отвечать за все, что ты сделал. Он пальцем Дамир на бес показывает. И бес получает удар. 50 тысяч герц удар. Ребенок как плакать собирал. Когда удар увидел, очень понравилось ему. Хорошо. Что в клетке происходит? Ты ему понравился. Я ему понравился. Хорошо. Хорошо. Так, что там в клетке с этим паразитом происходит? Ну, он забился. Отлично. И в моих руках появляется энергия арго. Один, два, три. Ну что, бес? Пришло время с тобой заканчивать. Ты готов? Отпусти меня. Убирай энергию. Почему я тебя должен отпускать? Ты зашел к ребенку три года. Ты не запомнишь тогда урок, бес. Не запомнишь. А вот если я тебе сейчас рога отпилю твои, и в руках ты их унесешь. Вот тогда ты запомнишь. Легко было им манипулировать. Легко было им манипулировать. А мне легко с тобой манипулировать. Хочешь рога оленьей сделаю тебе? А Влад, сделай защиту, активирующую клетки, вот от этого инсектоида. И перед инсектоидом устанавливается. Что он там, мешает, воздействует на нас, или что я не понял? Да, от него идут какие-то плюсы, вибрации. Не знаю, он, по-моему, сам не хочет этого, ему плохо. Ну, я не скорая помощь для интерферентов. А ему именно скорую помощь надо, он просит, чтобы его пустели быстрее. Хорошо, скажи мне, что ты оставил в его биополе? Энергии свои оставил. Хорошо, я даю команду. Выходи, сможешь вытащить их сам, или тебе помочь? Не сможет. Я даю, включая Домир внутренний белый свет, один, два, три. На счет три Домир выдавливает из себя все негативные патогенные энергии на частоте инсектоид. Из него как фантом этого инсектоида вышел. Хорошо, вышел, да? Да. Так, инсектоид, твои энергии будешь забирать или скинуть? Галактическое ядро. Скинуть. Открывается портал в галактическое ядро, эти энергии уходят на переработку в чистую первичную энергию. Хорошо, ставим. Я даю команду на счет три. Появляется маячок над головой Домира. Один, два, три. И тот, и тот горит. Надо от инсектоида забрать. Хорошо. Значит, тогда будешь стоять и ждать, пока мы не все сделаем, реверс не сделаем. Хорошо, переходим к реверсу. И до последнего микрона. Ну, к бесу идет какая-то наглость, борзость. А что-то он сейчас не наглый и не борзый в клетке, а? Желание пропало? Он говорит, можно было хорошего слугу из этого ребенка сделать. Да, можно было. А тут пришли мы. Вот такая оказия, правильно? Бес, ты мучил ребенка, а я сегодня буду мучить тебя, чтобы ты это понял. Ну, сначала я с инсектоидом закончу. Говорит, что ему было неплохо со мной. Откуда ты знаешь, что трехлетнему ребенку хорошо? Реверс откончился. Отлично. Направляю на Беса щит и даю ему удар 50 тысяч герц. Удар. Хорошо. И устанавливаются фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Дамир забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Дамир себе обратно. Он, хозяин своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Пошел процесс. Какая энергия от них идет. Лучистая какая-то. Всех цветов. Причем от всех троих. Готово. Так, хорошо. Значит, инсектоид у нас все убрал уже. Спрут, выходи. Вытаскивай все, что ты оставил в его биополе. Отсасывай всю свою жидкость. Проверка будет проводиться двумя миллионами герц. Если кто-то что-то оставит в биополе, он просто в этой клетке превратится в пепел. Спрут аккуратно поснимает. Присоски он отдирает. Спрут, ты сейчас получишь у меня удар миллион герц. Если ты что-то нанесешь, какой-то ущерб биополе ребенка. Тебе это понятно? Ему понятно, он просто торопится. Я тебе сказал, вытаскивай так, чтобы ничего не осталось. Аккуратно. Если повредишь что-то, я поврежу тебя. Готово. Так, бесяра остался. Что ты оставил в биополе ребенка, паразит? Ты погиб высокий. Выходи, вытаскивай все, что ты оставил, отключайся полностью и назад в клетку. Доклады о готовности к проверке. Если ты что-то там оставил, это будут твои последние воспоминания в этой жизни. Красные перчатки с рук снимают. А, вспомнил. Я о них и говорил. Ребенок дрался. Руки, ноги, пинает. Это из-за беса, да? Замахивается. Это бес. Паразит. Сколько у него герц? У беса 7. 7 герц. Хорошо. Давай сначала отпустим этого инзиктоида. Хорошо. Я даю команду скэнеру на контрольную проверку. 1, 2, 3. Скэнер сканирует си 7 тонких тел Дамира. Дает нам маячок. Зеленый или красный? Зеленый. Отлично. Хорошо, инзиктоид. Сколько ты находился в биополе Дамира? 2 года. 2 года. Ребенку 2 года и 5 месяцев. Понятно. Ты понял, что больше в это тело заходить не стоит? Можно сгореть. Тебе это понятно теперь? Да, понятно. Хорошо. Открывая наверху портал на частоте инзиктоида 1, 2, 3, инзиктоид уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Он стоит у нас в сетке, он просит снять ее. Снимаю сетку с инзиктоида 1, 2, 3. И он уходит на свою частоту в свой портал. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Так, сетка у нас там осталась. Сетку отправляю в галактическое Доро, открывается портал. Под ней она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Спрут, как долго ты находился в этом биополе? 4 месяца. 4 месяца. Понятно. Больше в этом биополе, чтобы я тебя не видел. Тебе это понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута 1, 2, 3. Спрут уходит на свою частоту. Забирает все, что он с собой принес, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Так, и у нас еще этот паразит остался, который ребенка. Сколько ты лет мучил ребенка? Год. Один год. А почему ты пришел к ребенку, которому один год, и который тебе не может ответить осознанно? Ты хотел, чтобы он дрался, чтобы у него большие кулаки были, да? Он всегда показывает, что есть два пути. Светлый и темный. В год, два года. Вот из него можно слепить. И почему ты так решил? У тебя есть какой-то контракт? Я ему показал темный путь. Что ты ему показал конкретнее с этого места? Доминирующие свойства. Хорошо, ну. И ему это понравилось? Да. Денис, ты понимаешь, о чем говорит сейчас бес? Дамир. Дамир, я прошу прощения, Денис. Дамир, ты знаешь, о чем бес сейчас говорит? Он тебе что-то показывал? Тебе что-то там понравилось? Он показывал ему, как место под солнцем завоевывать. Дамир, нельзя верить бесам, чертям и демонам. Это ложь. Все, что он тебе говорил, ни вообще никогда нельзя ему верить. Тебе это понятно? Он смотрит на маму и смотрит на беса, и он хочет как мама быть. Вот если ты хочешь как мама быть, тебе надо слушать маму, а не бросаться на нее с кулаками. Я понимаю, что это бес сделал все это дело, но это тебе должен быть урок. Слушай маму, слушай то, что она тебе говорит. А мама знает, как защищать ребенка уже ангельскими энергиями. Потому что она ангел. Хорошо. Значит, один год он сидел. Бес. Я не знаю, отпускать тебя или нет. Честно говоря, ты меня не убедил. Что твое присутствие имело какое-то законное основание здесь присутствовать. Прости. Галактическое ядро разве что. Все забаррикадировал уже. Посмотри на ее энергии, как я могу пройти через нее. Поджаришься. Однозначно поджаришься. Или здесь, или там. Вопрос еще где быстрее. Хорошо, Бесяра. Первый и последний раз. Я тебя предупреждаю, отпускаю и предупреждаю. Если ты к ребенку сделаешь хоть один подход, я буду контролировать это ребенка. Матери стоит только звоночек мне сделать. И через 10 минут ты будешь находиться в клетке. Точно так же. Но в следующий раз я тебя уже не отпущу. Я тебе открою портал в галактическое ядро, чтобы ты его увидел. Перед его клеткой открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. И бес смотрит туда. Знает он. Хорошо. Оттуда ты уже никогда не выберешься. Все понятно? Понятно. Закрывая портал, опечатывая, растворяя. Хорошо. Значит, бес все вытащил, все забрал. Хорошо. Подхожу к Дамиру, кладу руки на плечи. Да и импульс высокоэббрационного шока удара, сжигая все каналы, которые остались от интерферентов. 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал и открывается портал в галактическое ядро. Каналы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, опечатывая, растворяя. Все, да? Каналов нет, но бес стоит. Понятно. Хорошо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте. Беса 1, 2, 3. Бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. И обходит стороной эту семью. Закрывая, опечатывая, растворяясь в огненную пентаграмму. Готово. Хорошо. Хорошо. Осознанности нет, поэтому идентификации души вряд ли будет. Переходим сразу к Меркабе. Да, Вера? Он к маме ходит. И создаем защитную оболочку под среднетонкой копией о поле. Пошел процесс. Готово. Пусть тонкая копия Дамира вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 300. 300. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Дамира до значения 300 Гц. Пошел подъем. Скорее всего, рождение было, да? Нет. Нет? Семья ему нравится, когда все вместе. А. Привлекает внимание, когда все вместе. Это ему радостно. Хорошо, отлично. Вообще он внимание забирает, любит привлекать. Хорошо, но только не насильно. Манипулятор. Маленький. Хорошо. Мама должна об этом знать. Или будущий артист. Вполне возможно. Почему бы и нет. Главное, чтобы беса не было в нем и всех остальных сущностей. Тогда он не придет к идее сбросаться с кулаками в таком возрасте. Ему какая-то информация идет, что именно туда и нужно направить его в русло. Тогда он выплескивает, и все это будет как на сцене. В искусство? Да. Хорошо. Маме даем совет. Запишите ребенка в какую-нибудь группу. Пусть показывает это все. Может, действительно у вас какой-то талант в семье находится, а вы не знаете. Хорошо. Закончили мы поднятие, Вера. Эмоционального состояния. Да, закончили. И подожди, им идет информация, что это именно не спорт, где соревнуются. Потому что проигрывая, он будет получать свои энергии. Как обида у него будет серый становится. А именно искусство, где он может выступать и вот эти эмоции получать. На сцене, перед людьми. Все верно. Я увидел его как маленького такого декларатора. Все у него получится. Если есть такое желание. Дамир, ты хочешь на сцене стоять? И быть артистом? Или заниматься творчеством? Это его окрыляет. Он хочет. Все. Вот это мы сейчас передали маме. А мама тебе поможет. Твои энергии направит в правильное русло. Для того, чтобы ты нормально развивался. Хорошо. Молодец. Все. Мы закончили чистку Дамира. Дамир, сейчас будем тебя возвращать назад. А потом вернем сразу маму. И все у тебя с этого момента будет хорошо. Ты понял? Да, понял. Молодец. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Дамира в систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем его к каждому органу каждой клеточки. Каждой извинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Ребенок может нервничать на физическом плане, потому что он не понимает, что с ним происходит. У него новые энергии, которые гармонизируются. Здесь мама должна его поддержать своими энергиями. Успокоить, объяснить. Отвлечь. Отлично. А и отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Не, на месте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok